Как законно увеличить свой земельный участок? Приветствую вас на канале Недвижка, дорогие друзья! С вами традиционно я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Темы, связанные с земельными участками, достаточно актуальны. У кого-то дача, сад, огород, у кого-то свой дом. Своя земля кормит многих. На ней отдыхают, на ней работают наши люди. Поскольку моя профессия напрямую связана с недвижимостью, в частности с землей, скажу, что многим интересен вопрос возможности увеличения имеющегося у него участка при межевании. Поэтому я решил сделать видео, вдруг кому-нибудь из вас будет полезно. Поехали! Для начала определимся, что такое межевание. Это инженерные геодетические работы, направленные на определение местоположения границ земельного участка и его площади. Установление, восстановление, закрепление границ землепользования на местности и юридическое оформление всех полученных по данному вопросу материалов. Определились. Очень многим в последнее время приходится сталкиваться с данной процедурой. Многие столкнулись с тем, что у оформленного в собственность земельного участка отсутствуют координаты границ по карте Росреестра. Поэтому необходимо для уточнения положения границ провести межевание. После чего полученные сведения будут внесены в ЕГРН. Теперь перейдем к вопросу о возможности увеличения участка при проведении межевания. На основании земельного кодекса в соответствии со статьей 39.28 увеличить площадь своего участка путем увеличения его границ за счет муниципальных и государственных земель, смежных с вашим участком, можно. Однако это не должна быть территория общего пользования и нельзя выйти за так называемые красные линии, например, границы коммуникаций. Если смежный интересующий вас участок принадлежит частным лицам, находится под обременением, то только по вашему желанию присоединить к своему участку лакомный кусочек не получится. Порядок перераспределения земель регулирует глава 4 земельного кодекса. Однако необходимо помнить, что на основании правил землепользования застройки территории в пределах конкретной градостроительной зоны площадь желаемого участка не может быть предельно максимального размера. Она будет разной в разных частях нашей необъятной родины. Итак, что нужно сделать, если есть желание увеличить свой участок? 1. Заключить соглашение с органом местного самоуправления, в чьей компетенции распоряжение землями государственными или муниципальными. 2. Необходимо написать заявление с просьбой перераспределения земель, приложить к нему копии права устанавливающих документов на участок, проект межевания территории, либо схему расположения земельного участка, которая оформляется платно кадастровым инженерам. За подготовкой такой схемы вы можете обратиться к нашему кадастровому инженеру по номеру телефона, указанному в описании под видео. 3. Через 30 дней после подачи указанных документов будет принято решение по вашему участку. Если же вам будет отказано, то только на основании указанных в пункте 9 статьи 39.29 земельного кодекса. И никак иначе. Если вам разрешили увеличить участок, то вы самостоятельно должны организовать проведение работ, необходимых для кадастрового учета и оплатить их. 3. Получив долгожданный кадастровый паспорт, необходимо предоставить его в муниципалитет, где будет составлено соглашение, которое вы должны подписать в течение 30 дней с момента получения. И уже подписав соглашение, вы должны оплатить свой новый участок. На это дается 1 месяц. Ставим лайк, друзья. Это помогает продвижению видео. Нажимайте красную кнопку подписаться и ставьте колокольчик. Вам придет уведомление о новом выпуске на канале. Пока!